Балалайка и Зефир – любимцы в детском центре. Спокойные и добрые, они уже почти достигли 30-летия, что большая редкость в лошадиной жизни. Здесь, в солнышке, оба этих коня появились не так давно, после того, как их списали на пенсию. Балалайка по паспорту, Лялечка, как зовут ее в центре, родилась здесь же, в Аликаново, но всю жизнь проработала в спортивном клубе в Обнинске. Участвовала в соревнованиях по конкуру, но с течением времени возрастные изменения дали о себе знать, и лошадку, уже в ранге ветерана, отправили обратно в Аликаново. Нам ее подарили, подарили ее в возрасте 24 года под ипотерапию. То есть мы катали на ней деток, все тоже было неплохо, но, к сожалению, тоже возрастные признаки дают о себе знать, и у Ляли тоже возникли проблемы с зубами. У нее воспалился синусит. Операция по удалению зуба у лошади крайне сложная в клинических условиях под наркозом. И прямо сейчас ветеринары решают, принесет ли Ляля подобное вмешательство. Надеемся на то, что Лялечка наша все-таки поправится, потому что несмотря на вот эти вот все проблемы с пищеварением, с чем-то еще, эти лошади, они очень хотят жить, они очень жизнерадостны. То есть вот они гуляют, они бегают, резвятся. Сейчас вот немножко пасмурно, поэтому они тоже немножко сонные. А на самом деле они обладают еще очень большим жизненным опытом, мудростью. То есть они где-то хитрят, они очень чувствуют человека. То есть они уже как вот такие прям полноценные личности, сформированные. Вот этот опыт, он очень чувствуется. Красавец Зефир с удивительным окрасом попал в центр в истощенном состоянии. Для него проблемы с зубами обернулись серьезными последствиями для пищеварения. На предыдущем месте работы этого спортсмена лечить не собирались. Его участь была решена прямиком на скотобойню. По счастливой случайности о Зефире узнала Екатерина и забрала в центр. Коня спасли, выхаживали несколько месяцев. И теперь он уже год на специальной диете. Овес и сено есть не может совсем. Он всю жизнь выступал в выездке, бегал в средний приз. Это считается очень престижное соревнование. И под конец своей жизни, когда он уже вышел на пенсию, он очень сильно заболел. У нас он живет уже целый год. Всегда находится только на кашах. Траву и сено, как я сказала, он не кушает совсем. В его содержании нам помогают кураторы, которые пожалели этого коня и вместе с нами пытаются продлить ему его чудесную жизнь. Работать он полноценно, конечно же, уже не может. Он на пенсии. Но зато он является звездой фотосессии. Сфотографироваться с красавцем может любой желающий, как и позаниматься в центре. Здесь проводятся и занятия по верховой езде, и праздники, и ипотерапия. Но сегодня у них выходной. И в честь праздника по древней русской традиции этих старейшин, любимых и почитаемых Зефира и Балалайку, сегодня угощают тортиком из каши, моркови и яблок. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».